Самое важное, что есть понимание, что нужно, во-первых, увеличивать зарплату. Там довели коллегам, да, все с такого числа? Да, с 1 марта нет повышения. Глава округа Андрей Булгаков посетил филиал компании МОС Трансавта, где обсудил с руководством и персоналом актуальные проблемы. Сегодня в Подмосковье активно обсуждают работу общественного транспорта. На водителей легла повышенная нагрузка в связи с пандемией. Губернатор распорядился на 15% повысить им зарплату. И для других будет стимул прийти на работу в государственное автотранспортное предприятие. На водительском составе, конечно, у нас приболел, но в небольшом составе, поэтому больших срывов не было. Но если даже они случались, то оперативно выезжала подмена. Еще одно обсуждаемое предстоящее нововведение – отмена в автобусах МОС Трансавта оплаты проезда за наличные деньги. Их полностью заменят банковские карты или транспортные стрелка и тройка. Андрей Булгаков сам продемонстрировал, насколько удобна безналичная оплата. А реально с оплатой карты как вообще? Все хорошо. Удобно вообще. Удобнее, но некоторые не понимают. И дешевле, и удобнее. А тройкой? У меня дети все пользуются тройкой. Говорят, удобно. Тройкой пользуются тоже. И тройкой пользуются, и стрелкой пользуются. Даже бабушки некоторые тоже пользуются стрелкой. В работе общественного транспорта есть вопросы, решение которых в полномочиях муниципальных властей. В частности, водитель автобуса 349 маршрута, который ходит в Щелково-7, рассказал о трудностях, с которыми постоянно сталкивается на конечной остановке в этом микрорайоне. Нормально высадить пассажиров и подождать своего выхода на маршрут по графику мешают навалы снега и припаркованные вблизи разворотного круга автомобили. Оказалось, решение уже нашли. Щелково-7. То есть приезжает автобус, там даже встать некуда. Раньше мы вставали на обочине, ну, как бы, поворачивали туда. А сейчас, так как обочины нету, ну, как таковой, да, из-за снега. То есть туда стали вставать фуры, грузовики большие. И автобус приходит, приходит, то есть даже пассажиров некуда высадить. Мы в этом году карман хотим сделать, там, работа запланирована. По поручению главы у нас принято решение, что в этом году мы делаем спуск, заездной карман на данном участке. Вот, также у нас на ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения будет рассмотрен вопрос об установке знаков. Стоянка на данном участке запрещена за исключением автобусов. Мы это мероприятие уже, там, в ближайший месяц мы проведем. Реконструкцию, да, и установку платформы мы сделаем в летний месяц, когда начнутся у нас уже асфальтовые работы. У пассажирского общественного транспорта приоритет. На остановке уж точно. Зачастую автобусам сильно мешают частные легковушки или такси, которые занимают их место. И этот вопрос власти пообещали решить. Мы на следующей неделе совместно с ГИБДД произведем рейды по незаконной стоянке таксистов, да, и вообще правомерности их таксистов. После этого, как бы, я думаю, что проблема-то уйдет. Ирина Микеда, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.